Этюды. Пришли мы в Коломенское, здесь красота, там что-то цветет вдалеке, уже между прочим, но не везде. Зеленая травка, поэтому мы зеленую краску не берем. Мы берем, ну вот здесь вот индийская желтая, сиена натуральная, просто кадми желтый светлый, скорее всего, кадми красный, здесь, видимо, краплак. Розовый, красный? Ну вот я не уверен, по-моему, все-таки это красный. Вот это серенькое, это просто светло-серое, это звездный цвет, да, фирма сделала. Я просил, чтобы они для меня специально такой вот оттеночек сделали, он очень удобный, серый цвет. Мастер-класс есть светло-серый? Ну, мастер-класс есть... Тоже такой же, нет? Есть краска петербургская, серая. Вот, она светленькая, но она такого более желтоватого оттенка, более теплого, да. А этот просто цвет, это белило с сажей газовой, просто с черным цветом. А дальше что за темнота? Вот эта темнота, это ультрамарин, вот эта фэцэшка голубая, да, тоже это звездный цвет, они пигмент используют такой менее синий, более голубой, на основе которого, кстати, делают цвет небесная голубая, вот мастер-класс, да, невская палитра. Это просто сажегазовая черная, и это у нас серая пейна, тоже такая набодяженная красочка, смесь сажегазовой и ультрамарина, поэтому она имеет такой холодноватый оттенок. В принципе, вот серая пейна, сейчас ее можно купить у разных производителей, она везде чуть-чуть по-разному, немножко разная везде, то есть в каком-то месте она... У кого-то, вот, например, у мастер-класса она почернее, у кого-то она более светленькая, но вот эта вот такая более светленькая получилась, но меня она, в принципе, устраивает. Вот, это что касается красок. Теперь, вот, раз уж мы на этюдах, то что важно на этюдах, самое главное, поставить задачу правильно. Правильно поставить задачу и наметить пути к ее решению. Вот это, то есть сразу набрасываться не надо на этюд, надо немножко такой чуть-чуть тайм-аут взять, минуточек пять посмотреть на мотив, посмотреть, что нравится, посмотреть, что вы хотите, что вас поражает. Вот главное понять, что вас, вот, что вас зацепило. Вот то, что зацепило, это надо держать в голове и пытаться это передать, да. Ну вот, и в процессе работы возникает такая проблема, что вы начинаете просто списывать с натуры красками на холсте то, что видите, и забываете о первоначальном импульсе. А его, как раз, хорошую картину делает вот этот первоначальный импульс. И все ему подчиняется. То есть все второстепенные детали, они на самом деле удаляются. Ну, например, что может быть второстепенными деталями? Вот вы, например, скажем, пишем мы вот этот вот храм, да, и нас поразило освещение, солнце. А мы, когда начинаем его писать, мы начинаем списывать крыши, окошечки все вырисовывать, и забываем о том, что у нас надо же солнце изобразить. Окошки, оказывается, там не самое главное. Значит, мы можем эти окошки, по сути, сделать очень условно. В некоторых моментах даже удалить просто их, чтобы они не мешали нашему восприятию. И вот эта вот работа по очищению мотива от всего второстепенного, она как раз, ну, ее надо провести в голове сначала. То есть вы сначала в голове, отсев какой бы, как бы делаете. И потом, и только потом приступаете уже к работе. Потому что иначе, если вы сразу набросились на картину, вы попадаете в ситуацию, когда вы начинаете списывать все, то, что видите. И в итоге вас не удовлетворяет ваша работа, потому что в ней нету того первоначального импульса, что вам понравилось. У вас просто изображение объектов, карты местности, да, получается. То есть из картины уходит вот это самое главное, вот это вот маленькое чувство такое, которое рождает, делает из просто изображения картину. Но это самое сложное, наверное. Не всегда это получается. Ну, если получается, то это считайте, что у вас удача. Если не получается, то вы сбиваетесь на списывание деталей. Но это тоже решает какие-то задачи, это тоже решает какие-то проблемы. Чисто технического характера вы там начинаете моделировать форму, например, объем моделировать. Это тоже нормально, но это как бы ранг ниже. Вообще, в принципе, заговорил я о рангах, о иерархии такой в живописи. Она очень тоже важна во всех отношениях. То есть, например, в плане того, что вы даже решили, например, что вы будете делать. У вас в голове есть мотив, который вы будете изображать. Вы должны разработать иерархию, даже не иерархию, но иерархию тоже. Как сказать, алгоритм того, что вы будете делать. И как вы будете делать, с чего вы будете начинать и почему вы это будете делать. То есть надо в голове иметь какой-то план. То есть без плана картина, она, ну, я не знаю, это все равно, что там, я не знаю, выйти в море на лодке и, ну, куда подует, туда и поплывет. А вдруг на риф вы там попадете. То есть надо изучить сначала карту местности. Ну, в живописи то же самое. Вот, эта работа, она обычно зрителю не видна. Вот это вот такая сложная работа художника, который вот он выбирает, вот этот план. Но она, и она как бы, художника постепенно формируется в голове, вот этот вот план работы. И он в голове потихонечку, вот с годами, он уже кристаллизуется и уже начинаешь... И уже где-то до автоматизма доходит какая-то вот этот алгоритм. Ну, я попытаюсь сейчас как раз показать мастер-класс. Ну, я думаю, наверное, на полчасика нормально, да, будет. Попытаюсь объяснить, что я буду делать, почему я буду делать, чтобы у вас какая-то мысль тоже была, когда вы начнете все это делать. И вы себе тоже вопросы задавали, и на них, соответственно, старались сами ответить. Я подготовил здесь два холстика. Ну, просто не буду большие делать, потому что времени много уйдет. Сейчас небольшое сделаю. Я обычно делаю как? У меня красок не очень много на палитре. Вы можете подойти сюда чуть-чуть поближе. Видно? Можно краски показать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! И понять все-таки, что меня здесь больше всего привлекает. Я вот смотрю, да, мы приходим в красивое место, и мы пишем это красивое место. У нас получается картинка с красивого места. На самом деле, бывают какие-то моменты такие, когда вы поворачиваетесь в другую сторону, вообще не смотрите на вот это вот, на всю эту красоту, и вы видите, что вы действительно хотите писать. Вот я смотрю сейчас, вот эти дали московские, и вижу кусочек реки, москва реки, там что-то цветет вот такое, вдалеке храм за деревом. Ну вот он сейчас за деревом, да, не видно его. Полоски света, тени от туч на листочке, да, таком. Я вдруг понимаю, что вот это меня трогает гораздо больше, чем просто архитектура. Я думаю, ну что ж, прекрасно, буду тогда это писать. И в голове я держу, вот посмотрите, какая красота сейчас. Где-то тучка зашла, да, темная, где-то тучка, солнышко попало, светлое. И вот эти вот пятна, светлые, темные, они как раз являются очень важным, значимым моментом вообще в живописи. Кстати, вот надо здесь коснуться еще того, что на самом деле важно, а что не важно в живописи. Приоритеты, опять же, иерархию расставить. Одно из самых важных в живописи, это работа с силуэтом. То есть, в чем она заключается? Если вы пишете архитектуру, многие начинают строить перспективу линейную, кто это знает, это прекрасно, хорошо, выстраивать все эти перспективные линии сокращения. Но на самом деле оказывается, что в принципе без этого тоже можно обойтись. Если вы просто считываете силуэты красивые, то есть вы как бы разделяете объект на некие группы силуэтов, как пазл, как картинка, которая состоит из темных, и светлых, и средних кусочков. И просто работая с силуэтами, вы уже сделаете красивое изображение. Уже здание будет похоже на здание, без всякой перспективы. Оно даже может быть немножко кривоватым, но в этом будет своя прелесть. То есть его не надо слишком ровно делать, слишком правильно, потому что это будет не художественный рисунок, а не художественная, ну не живопись, а будет архитектурный рисунок. Немножко другая тема возникает. Ну вот. Ну ладно. В этом плане, держа в голове вот эти позиции, я начинаю делать рисунок. И, ну, рисунок, кстати, цвет для рисунка многие выбирают из разных тоже позиций. Кто-то делает сидим рисунок на природе, потому что если хорошая погода, тени немножко синеватые, в них небо отражается, можно синеньким ультрамаринчиком. Кто-то делает рисунок противоположным цветом к основному цвету, который будет присутствовать. Например, здесь у нас много зеленого, значит, можно, например, рисунок сделать красным. Красноватым. И вот этот красный рисунок, он будет кое-где сквозь зеленый просвечивать и будет давать вот эту живописность. Можно сделать нейтральный рисунок, там, просто сереньким. Или можно сделать рисунок под главный цвет. То есть, вот у вас, например, много зеленого, значит, вы, например, начинаете зеленым делать. Но это теряется чуть-чуть живописность. Ну, давайте попробую, я, не знаю, ну, сделаю немножко тепловатым рисунок. Таким тепловатым, фиолетовым, каким-то красноватеньким, чуть-чуть буквально. Немножко вот так. С белилами? Ну, можно чуть-чуть с белилами, ничего страшного. Можно? А, верхнюю штучку? Хорошо, верхнюю буду делать. Немножко ниже делаю. И я делаю ее сразу, как бы, силуэтом красивым. Я ее не провожу там, прямой линией. Я сразу пытаюсь искать вот этот вот силуэт. И чуть больше для неба беру. Соответственно, в небе я пытаюсь увидеть тоже силуэт. Посмотрите здесь, какой сейчас красивый силуэт. Можешь мне туда повернуть? Вот здесь вот очень красивый синий-голубой вот этот просвет, да? И облака все как бы сгрудились в такую кучку, тоже с силуэтом очень-очень красивую. Да еще и сверху облако силуэтом красивое такое вот возникает. Конечно, это все двигается, но вот это вот я хочу поймать, вот эту красоту, раз уж я ее увидел. И попытаться ее, ну хотя бы приблизительно, вот этот силуэт, понять. Вот здесь вот будет верхняя облачка, здесь такие как бы два облачка будут. Вот, как глазки такие получились они. Кстати, очень полезно просто в абстрактных формах пытаться узнаваемое что-то увидеть. Тогда вы как бы отключаетесь от того, что вы непосредственно рисуете, а вы на объект смотрите как будто немножко с другой стороны. Вот я увидел там глазки и мордочку такую синенькую, да? Как такое привидение такое синее с двумя глазами. Смотрите, прямо один в один привидение синее с глазами получилось. Вот, оно как будто смотрит на весь наш мир с таким удивлением. Ну, в этом тоже есть определенный мотив. Ладно, здесь я сделал... Облака, конечно, все они уйдут. Изменится вот эта вся ситуация, но я ее запечатлел. Мне нравится кусочек здесь воды, которая возникает. Вот такой кусочек Москвы-реки возникает. Мне кажется, он будет давать определенный как бы контакт холодной воды и холодного неба. И, конечно, я вот смотрю сейчас, какие тут силуэты темных и светлых пятен. Ну, я хотя бы приблизительно себе намечу. Потом уже по ходу дела буду с ними работать. И мне еще нравится вот этот, что меня поразило. Это вот цветущий уже куст или там дерево, я не знаю. По-моему, это уже либо яблони, либо груша. Вот здесь вот кусочек. И он, кстати, очень прикольно выглядывает из-за холма. Вот этот холм, край, он мне тоже очень нравится. Потому что он возникает, интересный ритм и интересное сочетание вот этих вот пятен. Вот какие у меня мотивы. Я, соответственно, мне нужен главный герой. То есть у меня как бы сцена есть. А главный герой у меня будет вот этот вот кустик, который вот он у меня где-то здесь вот будет. Я его тоже по силуэтику вот здесь вот заложил. То есть я уже представляю. Причем, почему я его здесь заложил? Закон третей, закон золотого сечения. Знаете, если мы на три части поделим, вот так на три части поделим, и у нас возникают четыре точки. Таких вот главных. Рядом с этой точкой имеет смысл расположить, что это какой-то главный объект. Не в середине, не с краю, а это где-то вот именно вот в этих точках. Если вы в одной точке располагаете, значит у вас автоматически будет задействована еще противоположная точка для равновесия. Но здесь у вас будет главный объект находиться, а здесь возможно тоже какой-то ответик, небольшой акцентик для равновесия. А две другие точки, они уже не будут так сильно задействованы. Вот такой как бы композиционный прием. То есть я в принципе наметил все, что мне нужно. Что делаю дальше? Дальше я беру, ну если вы делаете пейзаж, то очень удобно начинать с дальнего плана. Вы как бы действуете, вы как бы начинаете из глубины картины, а самое глубокое это у нас что? Самое далекое от нас, вот в этом пейзаже, это небо. Дальше идут облака, после облаков идет дальний план, потом средний план и передний план. То есть я как бы двигаюсь из глубины. Вот. Поэтому я начинаю... Можно начать мастихином, можно начать кистью. Вот у меня уже цвета здесь готовы практически. И я теперь смотрю, очень внимательно смотрю на небо. И в хороший погожий день я вижу, что у неба есть градиент, такой переход от светлого к темному. Да, внизу посветлее, а вверху потемнее. И уже над головой у нас самое темное, такое вот насыщенное небо. У горизонта никакого ярко-голубого цвета вообще в помине нету. Все цвета мутные, молочные. Если я закрашиваю небо просто, ровно, это у меня будет как заслонка такая. Если я делаю градиент, то у меня сразу возникает как бы сферическая поверхность неба. То есть, например, у меня нижняя часть неба будет более светлая. Я могу... Смотрите, я взял базовый цвет, который я тут намешал. И я в этот базовый цвет подмешиваю нужного мне оттенка. И он у меня уже сложнее тут же становится. Вот такая вот штука. Я немножко на облака захожу, потому что я потом облаками перекрою. Это не страшно, нормально. И у меня чем выше, тем... Ну вот я даже, видите, в другие кучки забираюсь. Вот у меня, например, такой красивый цвет здесь получился. Это ультрамарин с белилами. Вообще, преимущественно, я начинаю с самых насыщенных цветов. То, что из насыщенных грязь потом можно спокойно сделать. Но из грязи насыщенной уже никак. Каждый кусочек я до 100% не доделываю. Я оставляю люфт небольшой, чтобы потом, возможно, было там какие-то коррективы внести. Но вот этот принципиальный ход от светлого к темному я закладываю. С этим цветом я еще потом буду работать. Вообще, есть очень хороший принцип в живописи. Работа как бы с трех позиций таких. Есть у нас светлые участки, есть средние участки, есть темные участки. Вот средние участки во всех предметах, они чаще всего совпадают со средним тоном. Ну, например, вот если вы смотрите на траву, то вы видите, что блечочек какой-то на листике травы отражает небо. Это самый светлый кусочек. Есть самый темный кусок, который от тени глубокая. А есть средний кусок, который вот именно как раз цвет травы. Средний тон, зеленый цвет, вот этот вот. В живописи лучше всего начинать именно с этого среднего тона, давать вот эту базу цветовую. Потом, после среднего тона, мы двигаемся в сторону темного всегда. И в самом конце двигаемся в сторону светлого. Сейчас покажу на облаках, как это действует. То есть облака я не начинаю со светлого писать, я не начинаю с самого темного писать. Я выбираю какой-то средний цвет. Вот если посмотреть на облака, можно показать их облаку? А, вот на эти облака, да? Вот, есть теневая часть облака, есть самая беленькая, светлая. Видите, прямо к краешке облаков. А вот под беленькой есть такой средний тон. Это как раз именно истинный цвет облака. В нем меньше всего влияния освещения и тени. Он будет цветным, он не будет чисто белым. Поэтому я как раз вот беру, ну, лучше взять, наверное, другую кисть. Кстати, вот у меня кисти разные есть. У меня есть кисти синтетика, такие более мягкие, не видно? Ну, вот такие более мягкие синтетика. Есть кисти щетина, более жесткие. Вот предпочтительные начинать именно с щетиной. Потому что щетина не дает лишнего рельефа, можно размазать легко. А синтетическая кисть пластичная и проскальзывает, как бы, ну, закрашивать, первый слой к холсту закрашивать не очень удобно. Ладно. Мне надо добиться среднего цвета облака. Ну, вот там. И я начинаю с какого-то цвета, который у меня есть. С цвета, да. Ну, вот у меня, да. Я вот смотрю, я делаю вот этот цвет. Я смотрю, что этот цвет слишком светлый. И я не стараюсь на палитре намешать новый цвет. Я прямо в этот цвет добавляю нужного мне, ну, как бы, я его корректирую прямо сверху. Вот так. Добавляю туда, чего нужно, чтобы у меня, вот, например, я перетемнил, да. Картина как палитра, да? Картина как палитра, да. Вот этот уже лучше у меня. Этот уже больше похож на средний тон. Я могу туда чуть поцветнее добавить вот там фиолетового оттеночка. Можем чуть-чуть опять посветлее. Вот так вот. Вот где-то средний тон. Но средний тон, это не значит, что вы красите как забор одним цветом. В этот средний тон вы можете добавлять немножко такого, немножко сякого цвета. То есть он живой, этот средний тон. Единственное, что я советую делать, это первые слои делать немножко потоньше. Немножко потоньше. Потому что если будет сразу слой очень толстый, то вы не сможете положить просто следующий этап, следующий как бы слой краски. Как будто они здесь на небе. Немножко болтаются. Вот это? Вот я одну ошибку сделал. Я заготовил мало красок, чуть пожадничал. Надо было, вообще красок надо чуть побольше готовить. Вон какой тут красивый цвет. Что же делать с остатками, которые останутся после процесса? Хороший вопрос, Екатерина Михайловна. С остатками мы берем баночку плоскенькую от селедки вкусненькой. И мастихинчиком на краешек этой баночки, ну конечно уже помытой, понятное дело. Со съеденной селедкой. Вот, мы кладем эти красочки, мастихином выкладываем. И в холодильничек это все. Крышкой, да, закрыть надо? Ну да, крышкой, чтобы воздуха туда не поступало. Наверное, можно еще один маленький замазать вкусненько. Что? Красками, красками. Как аббреватурой? Нет, после еще один маленький. А, после главной работы какой-то еще написать можно, да. Говорят, что даже полезно вот после одной работы писать еще одну работу. Вторая работа лучше получается, чем первая. Даже если вы очень устали, вы, например, одну написали, выложились. А вторая у вас получается быстро и гораздо более симпатичнее. Почему? Потому что вы уже настроены на работу. У вас уже палитра разогретая, у вас все цвета есть, и вы уже сильно не думаете о том, ну, каждый шаг свой не продумываете, а уже где-то на автомате двигаетесь. Упражнение с гаммами сыграли. Да, упражнение с гаммами сыграли и вперед. Вот. Вот верхнее облако, оно у меня, я его делаю сразу заведомо немножко темнее, потому что оно, ну, как бы там больше темных оттенков. У меня будет вот так вот. Это база у меня. С этого этапа, ну, да, кстати, надо посмотреть, там чуть посветлее, да, нам... Ой, эти слишком темненькие получились. Ну, вот здесь вот тоже какой-то еще кусочек такой был, два глазика. Вот это вам привезти. Вот с таким, с колпачком, таким смешным. Ну, вот теперь я смотрю, что дальше. Это у меня первый слой, средний тон. Дальше я беру уже темный тон, темный тон облаков, теневые участки. А не надо сейчас низ сделать, чтобы закрасить холст из белого? Не надо, я сейчас, я начинаю сверху. Мне надо, я не пытаюсь доделать полностью небо до конца, но я его делаю где-то процентов на 85 приблизительно. Чтобы потом я мог снова коррективы внести. Так, поехали теперь с этими, с тенями. У облачков я выделяю тени. Но я сейчас рассказываю, как гусеницы, да, всеми лапками ходят. Слишком много информации получается. Ну, ничего. Я с долей условности делаю вот эти мазки. То есть я не срисовываю каждое облако вот точно. Мне важно что? Мне важно, чтобы у меня появились силуэты. Вот опять разговор о силуэтах, да? Я же говорил о них, да, перед этим. Как только я начинаю действовать мазком, ну, у меня, во-первых, силуэт базовый, крупный, да, вот этот есть. У меня возникает, как я только начинаю делать темным мазком, у меня сразу возникает раз, два, три силуэт, да. Вот этот силуэт, вот этот силуэт. Я смотрю, чтобы конфигурация силуэта, она была красивая. Чтобы она не была, ну, вот, например, вот этот, более красивый силуэт. Если у вас силуэт, скажем, вот такой вот, такой вот, многословный, и вот такой, это некрасивый силуэт, понятно, да? В нем нету, в нем, как бы, вот эта силуэтность, она плохо читается. Он такой замусоренный, как бы, деталями. Поэтому вот таких моментов я стараюсь избегать. Я сразу стараюсь выделить пятно, его продумать, как оно с точки зрения силуэта, с точки зрения вот именно самого пятна, будет смотреться. Вот нравится мне эта конфигурация, нравится мне конфигурация, которая создалась взаимодействием вот этих двух пятен, значит, я оставляю. Но, делая силуэты, мы должны еще помнить о контексте. То есть, мы должны помнить вообще, где мы находимся, откуда освещение идет. Вот это очень важно, очень важный момент. Слышно вас, да? Вот. И я смотрю, у нас освещение идет сейчас с правой стороны, значит, все облака, все облака у нас с левой стороны будут уже более темненькие. То есть, я могу не точно срисовывать эти облака, но я принцип того, что с левой стороны более темные, какие-то участки облаков, которые влево смотрят, более темненькие. Я задаю сразу здесь. Видите, у меня получается правая сторона светлая, левая темная. Правая сторона светлая, левая темная. Они же как кучки друг на друга находят. И у меня возникает уже освещение с нужной мне, с нужной позиции. Вот здесь вот, например, сделал с левой стороны тень. У меня уже облачко объемное вышло. Делая тенью облаков, я туда внимательно смотрю, на сам пейзаж, я вижу, что они все сближаются, сближаются с освещением, становятся светлее, и практически вдалеке у самой линии горизонта я уже не вижу ни свет, ни тень, а все у меня сливается в одно пятно. То есть они все светлее, светлее, мельче. Почему? Ну, потому что они дальше. Те облака, которые у нас выше находятся, они ближе к нам. Те облака, которые ниже горизонта, они дальше от нас. Поэтому они становятся мельче. Вот именно из-за этого. А верхние облака всегда крупнее. Светлее, потому что там воздушная перспектива, да еще? Да. Так, базовую штуку я сделал. Я могу не полностью теперь, но хотя бы немножечко наметить освещение. То есть, смотрите, средний тон, темный тон, и несколько участков светлого тона. И вот здесь какой момент возникает. Как только я сделал базовый фон, я могу сверху уже кисточкой работать более мягкой. Ну, уже могу синтетикой работать, да. Я намечу пока, я даже могу чистыми белилами это сделать. Мне главное просто наметить хотя бы, где будут светлые участки облаков. Я потом к этим кусочкам вернусь и сделаю их чуть-чуть поцветнее. Ну, несколько облачков наметил. Мне этого достаточно. С этим местом я еще буду работать. Я заложил основные позиции в нем. И дальше двигаюсь к горизонту. И у меня, посмотрите, базовый уже цвет для горизонта. Такой лиловый, красивый. Я прямо им могу закрасить. Но это не значит, что я такой же оставляю. Я могу немножко и синеватого туда дать. Это город, да, вдалеке? Ну, это город, да, вдалеке. То есть у меня удобно, что красочки намешаны. Каждый раз мне не приходится новый цвет мешать. У меня сложный красивый цвет получается. Работа двигается очень быстро, когда есть базовые цвета. Вот у меня какая-то завязка с небом. Я вижу сейчас, что у меня средний тон не совсем правильный. Теперь двигаюсь ниже. И у меня возникает... Помните, я говорил сначала, что у меня... Вот сейчас вот я смотрю туда, вот эти пятна куда-то все улетучились. Все темное. Но у меня-то мотив был, что вот эти пятна оставить. Значит, я вспоминаю то, что я... Вот эта сложность живописи, что мотив очень сильно меняется. На природе, да. Кстати, смотрите, бывают очень хорошие подсказки. Можно повернуть сейчас? Вот сейчас дальний план темный, но зато куст светлый. Может, ну эти пятна? Может быть, ну эти пятна? А может, плюнуть на них, на эти пятна? Ну... Мне бывает... Если я делаю все правильно, мне как бы от природы, откуда-то свыше идет подсказка. Да ты посмотри, зачем тебе эти пятна нужны? У тебя же вон, какой вкус красивый. Я думаю, ну что ж такое? Действительно здорово. Появляются пятна. Появляются пятна. Ну, а они появляются уже тогда, когда я понял, что я их не буду делать. То есть в процессе работы может мотив поменяться. И поэтому... А можно ли просто возле куста сделать темное пятно, а рядом светлое? Или они будут слишком... Ну... Я уже как бы об этом в процессе этого подумал. И если, например, здесь делать светлые пятна, и вот здесь вот светлое пятно, да, я думаю, что излишнее количество акцентов оно будет очень дробить картину. Вот здесь вот... Здесь очень еще важный момент в живописи. Помимо силуэтов, расставить правильно акценты. Вот это... Это одно из самых вообще важных в живописи. То есть вы, когда смотрите на окружающую вашу природу, вы видите, что облака акценты, там, я не знаю, дерево акценты, еще что-то, домик вдалеке засветился акцент, там свет попал, там свет попал. Но если вы все будете переносить на свою картину так, то у вас все эти акценты будут кричать, как малые дети в детском саду. Обрати на меня внимание, обрати на меня. Вы их усаживаете, вы выделяете что-то главное для себя, и уже этому посвящаете вашу картину. Поэтому... Любимчик выходит. Да, любимчик. В картине должен быть какой-то любимчик, главный герой. В детском саду так нельзя. А в детском саду так нельзя, да. Ну ладно, у нас не детский сад, но... Как-то мы должны... Оркестр, да, это оркестр. Это оркестр, в котором музыкальные инструменты, если мы им дадим волю, они каждый будут играть слишком... Они же хотят выделиться, да? Вот мы там... Мы скрипки главные. Нет, мы барабаны. Мы еще главнее. Мы можем громче. А вы дирижер этого оркестра. И вы смотрите, кто у вас будет главная скрипка там, или не скрипка. Может, у вас будет труба главная. Вот. И вот у меня... Дальше я иду. Вот здесь у меня речка. Я пока наношу цвет. Ну, я его могу скорректировать. Потом. Возможно, он у меня слишком яркий получается, этот цвет. Но опять же, я исхожу из тех позиций, что из яркого вы можете сделать тусклый. Но из тусклого яркий уже проблемка. В картине еще важно создать вот иллюзию воздушной перспективы, атмосферы, да? И если мы смотрим на тот объект, который мы рисуем открытыми глазами, видим все детали, то мы видим, что вдалеке яркие цвета, вблизи яркие цвета, все везде ярко. Но на картине такое дело не проходит. На картине надо опять иерархию вот этих вот пространственных таких участков сделать. То есть дальние участки, они будут менее насыщенными. Чем ближе к нам придвигается участочек, тем он становится более насыщенным. То есть надо написать, что вкрыть закрытыми глазами. Да, почти закрытыми. Вот. Конечно, я вижу, что у меня в вырви глаз цвет вообще просто безумный какой-то. Не, можно было бы еще безумнее сделать его. Но я с этим цветом еще поработаю. То есть я его могу там даже сейчас могу, например, в этот яркий цвет добавить серую пейна например, да, и он у меня будет уже такой более сложный. Опять же, вот этот дальний берег, он же довольно далеко находится. Значит, у нас чем дальше от нас, тем больше, ну, тени становятся очень быстро холодными. То есть мы можем похолоднее тени сделать на заднем плане. фиолетовым, да? Можно через фиолетовый или какой там у вас заготовлен цвет или можно помешать в процессе оттеночки. Вот. Опять, я как бы не делаю сто процентов того, что у меня в итоге будет. Сейчас. Ну, вот здесь вот у меня уже начинает какая-то муть появляться. Вот бывает какой-то момент такой, когда вот излишнее количество краски, вот эта муть. я просто беру мастихинчиком там лишнее счищаю. Пускай так останется. Нормально. Опять, я сделал там процентов 70 приблизительно. И я перехожу к новому участку. Моя задача сейчас быстро-быстро о, прям и цвет как надо практически воды. Кусочек воды здесь был, помните? Вот такой. Серенький. Серенький, да. Ну, я его просто вот намешал этот цвет такой серебристый, его здесь сделал. Вот. Я потихонечку подхожу к своему главному герою. И у меня здесь еще полянка. А полянка-то ближе всего к нам. Значит, ух, она у нас самая насыщенная. То есть, я выстраиваю воздушную перспективу, самые насыщенные цвета. я вот выкладываю здесь. Вот он. Видите, он какой насыщенный? Здесь уже менее насыщенный. То есть, у меня есть убывание потихонечку этого пространства. Я понимаю, что я потом вернусь к небу, вернусь к облакам, но вот такая полусделанность, она у меня уже здесь более-менее устраивает. Так, что касается цветочков. Мне надо как-то вот этот участочек выделить. Он же главный герой у меня будет. Я поэтому начинаю с цвета, который там, казалось бы, вообще не присутствует. Но художник, он тем и отличается от фотоаппарата, что он перерабатывает реальность и делает ее удобной для восприятия зрителя. То есть, он как бы ее трансформирует под свои нужды. То есть, мне, например, надо показать главный элемент, а я вижу, что там, например, не хватает контрастности. Ну, там вроде кусочки белые, да, но они какие-то такие приглушенные пока еще. Не все цветовочки распустились. А мне хочется, чтобы это было просто вот взрыв цвета. Я беру и усиливаю, хотя там в реальности такого нету. Это можно делать и даже нужно. Не надо списывать лоб в лоб, что называется. Я делаю образ. Мне важно в картине создать образ. Мне важно в картине передать эмоцию. И вот у меня вот этот куст, который будет, он будет такой неожиданно белый и такой вот красивый, что зритель потом он даже не вспомнит. Даже если он например был здесь рядом. Он не будет сверять с фотографиями из гугла. Может быть такие кстати есть тоже. Но зритель обычно он воспринимает эмоцию на холсте. И вот эта эмоция если она передается значит это самое главное. вот и в главном объекте я даже могу его он же у меня как главная скрипка здесь. То есть я смотрю у меня например с облаками видите начинает спорить это у меня облака это заднего ряда какие-нибудь тромбоны там выскакивают а я их так спокойно облачка я уже начинаю видеть что вот это все спорит поэтому я рельеф отсюда убираю как бы я немножко трогаю еще то что я сделал и у меня начинает вот это выходить главным вот она вся система живописи в этом и заключается я даже могу видите как рельеф не все это сделать и рельеф ничем на самом деле в реальности и опять же создавая вот эти мазки я их не просто шлепаю так а я сразу как бы оцениваю красоту получающихся силуэтов даже не самих силуэтов которые я делаю а даже силуэтов тех которые рядом начинают возникать вот этот голубенький да он у меня обгрызся так вот думаю ну вроде ничего вот это вот слишком много пятнышек то есть не хватает именно пятна в силуэте значит я могу это там объединить эти пятнышки в какие-то более крупные и они начинают работать уже не мельтешением а больше такой вот как бы массой вот и теперь наступает момент когда казалось бы у меня все закрашено наступает на самом деле самый сложный момент и видимо мне здесь придется прекратить объяснение потому что после вот этого момента художник должен сконцентрироваться молча поработать потому что слишком много надо утрясти вот этих вот задач и элементов то есть уже на разговоры здесь сил просто не хватит ну я как бы общую закладку сделал потом что я буду делать я снова вернусь к небу подкорректирую небо посмотрю как это небо сидит не выпирает ли оно надо ли мне его посложнее по цвету сделать надо мне его поярче по цвету сделать что с облаками попал ли я в средний тон попал ли я в силуэты в красивые что с задним планом то есть я с этой картиной буду работать но это уже таймлапс наверное будет так я с этой картиной с этой картиной как я Продолжение следует...